Здравствуйте! Это новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова. И вот главная тема на сегодня. Новые современные лифты и не только. В столице продолжаются работы по улучшению жилищных условий для горожан. Из ветхого барака в новую квартиру. Как проходит реализация проекта социального значения «Реновация»? Смотрите в выпуске. Разрешено ли проводить фото- и видеосъемку на бархане Сарыкум? Разбирались мои коллеги. Ежедневно в Махачкале проходят мероприятия по улучшению жилищно-коммунального хозяйства. Накануне сразу 8 многоэтажек получили новые лифты. А в Ленингенте начаты работы по устранению неровностей и засыпке гравийным покрытием. Подробности в следующем сюжете. Жильцы шести подъездного дома номер 101 по проспекту Имама Шамиля получили новые лифты. Они отмечают бесшумность техники и высокое качество проведенных работ. Меняли очень аккуратно. Ребята работали хорошо. Мусор выносили даже вплоть до того, что подметали за собой. Лифт сейчас работает бесшумно. В нашем подъезде, я не знаю, как за другие ответить не могу, но работает у нас хорошо лифт. Да, ребята настраивали, были сбои. Надеюсь, что будет работать дальше тоже нормально. Установкой техники занимался фонд капитального ремонта. Его руководители проверили лифты на качество. Замену лифтового хозяйства провели благодаря своей временной оплате за капремонт. В Махачкале у нас в этом году планируется отремонтировать три этапа. 77 многоквартирных домов. Первый этап у нас 19 домов. В двух домах кровля. В 17 домах замены лифтового оборудования. Сегодня мы принимаем в 8 многоквартирных домах 27 лифтов. В этом году нам предстоит заменить 146 лифтов в Махачкале. 106 лифтов в этом году. Цифра большая, работа огромная. Как я вам сказал, основным источником является ежемесячный обязательный взнос на капремонт. А вот в Ленинкенте представители администрации вплотную занялись решением проблем людей. Они обсудили с активистами вопросы социальной сферы, здравоохранения, образования и ЖКХ. На улице Докоспоринской уже начаты работы по устранению неровностей и засыпке гравийным покрытием. Однако на проведение капитального ремонта улице необходима проектная документация. Его подготовят в этом году. В Махачкале продолжается снос незаконных строений. Накануне коммерческий магазин, расположенный по адресу улицы Яракского, 76, стал предметом судебного разбирательства, в ходе которого строение было признано самовольно возведенным объектом. Юрист столичной администрации также сообщил, что строение было возведено с грубыми нарушениями градостроительных норм и правил. В ходе проверки было установлено, что данное строение было возведено застройщиком с грубым нарушением градостроительных норм и правил. На основании собранного материала администрация города Махачкалы обратилась в Советский районный суд города Махачкалы с исковым заявлением о признании строения самовольным и его сносе. В настоящее время Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Республике Дагестан совместно с администрацией города Махачкалы осуществляется принудительный снос самовольно возведенного строения. Власти Дагестана к октябрю ожидают снижение цен на газомоторное топливо. Министр энергетики ЖКХ Резван Муратов объяснил, что возможное снижение спроса на газ заставит крупных производителей удешевить свою продукцию. При этом он отметил, что в Дагестане цены на топливо аналогичны ценам в соседних регионах России. На определенном этапе коммерческий спрос на суп просто перестанет быть и начнет идти на спад, так как целесообразность приобретать то же самое газомоторное топливо не имеет смысла, если оно обходится так дорого для автовладельцев. По словам руководителя УФАС по Дагестану Каира Бабаева, на местном рынке АЗС действует 800 субъектов. И вынужденная конкурентная борьба приведет не только к снижению стоимости, но, возможно, к улучшению реализуемого топлива. Я могу сказать, что в соседних республиках, вот все независимые операторы, они сошли на нет, потому что крупные винки, они продают хорошего качества. И к этим мелким у нас, скажем так, участникам рынка, хотя их должно быть много на рынке, они просто-напросто не выдержали конкурентной борьбы из-за плохого качества. Поэтому я считаю, что и у нас в республике, хоть общественники, хоть тот же Роспотребнадзор, технадзор, должны проводиться рейды и выявляться, где плохое качество, и по ним применять все меры действующего законодательства. На площадке общественной палаты Дагестана состоялось обсуждение частного проекта ЕТ-Реновация. Программа позволяет владельцам полуразрушенных бараков обменять свой ветхий дом на несколько квартир премиум-класса. О том, какую оценку дали независимые эксперты, инновационному проекту расскажет Патимат Ханапова. Вы знаете, у меня квартира пустовала. Имея в Махачтаре квартиру, я жила у свекрухи. Почему? Невозможно было жить. Вот так мой ребенок будет жить. И вот так крылья. Две квартиры с евроремонтом – место веткого крошечного домика. Гульбариат рассказывает, проект ЕТ-Реновация стала для нее глотком свежего воздуха. Жизнь ее разделилась на до и после. Таких, как Гульбариат, в Дагестане уже более ста семей. Это те, кто поверили в программу и стали ее участниками. Квартиры нам дали шикарные. Я благодаря этому проекту отделила сына, женила красивую, трубком, шикарную квартиру. Я сама отделилась. Они нам дали лишнюю квадрату. Они нам сделали ремонт. Реализацию проекта социального значения обсудили в Общественной палате республики. Участие в мероприятии приняли эксперты из строительной сферы, участники программы, руководство компании ЕТ-Реновация и общественники. На встрече проект был детально разобран. Представители компании ответили на все интересующие вопросы. Рассказали и о планах на будущее. Мы полностью работаем по делам. Мы работаем по 214 закону. Мы являемся партнером по Аусбербанку. У нас все виды в годные ипотеки. Все квартиры регистрируются в Росреестре. Мы, естественно, официально полностью получаем разрешение. И про эти планировки мы уже заранее указываем, что будет устроиться. Ключевое, то, что мы сейчас проводим мероприятие, это помимо согласования официального проекта планировки, оно и так должно быть в силу закона. Мы бы хотели учесть мнение общества, чтобы в нашем проекте уже заложить тот функционал, те характеристики, которые будут интересны всем жителям города. Председатель общественной палаты отметил важность расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По словам Абдулмумина Ибрагимова, вхождение частной компании в решение жилищных проблем дагестанской столицы – это очень серьезный вопрос, заслуживающий внимания. Мы знаем проблему обманутых дольщиков. Мы знаем проблему строительства домов, незаконно построенных домов, без соблюдения градостроительных норм. Но должен сказать, что эта компания смогла убедительно довести доводы о том, что их политика, как я уже сказал, не разового подхода, а долгосрочная и на перспективу. А когда такой подход, это в какой-то степени внушает больше веры и уверенности. Ранее проект ЕТ «Реновация» презентовали в историческом парке «Россия. Моя история». У программы впереди большое будущее, а значит, семей, проживающих в достойных условиях, станет в разы больше. Батимат Ханапова, Нурмагамед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В этом году на строительство и ремонт дорог в Дагестане направят 11 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона. Работы будут продолжены в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». Улучшать планируют как дороги регионального значения, так и внутригородские. На ремонт улиц Махачкалы выделен, к примеру, 1 миллиард рублей. Эти средства пойдут на улучшение дорог протяженностью в 54 километра. Муфтий Республики встретился с представителями Дагестана в регионах России. Их работа заключается в информационной и материальной помощи нашим соотечественникам, которые проживают за пределами республики. На встрече присутствовали представители министерств и ведомств региона, а также именитые спортсмены. Духовный лидер отметил огромную пользу в деятельности дагестанцев за пределами республики. «Да, Аллах, вам здоровья, чтобы вы действительно служили, чтобы вы любили дагестанцам, потому что Всевышний, когда раба любит, дает ему возможность помогать людям. Ну, как-то получилось, Аллах вас выбрал для этого, от воспользования огромное для людей». В ходе встречи ее участники озвучили свои пожелания по улучшению работы. Они затронули также проблемы, с которыми сталкиваются представители республики на местах. Правда или домыслы? По Дагестану прошла волна негатива из-за видеоролика в Инстаграм. На нем инспектор природоохранной зоны Бархан-Сарыкум требует остановить видеосъемку или оплатить на нее разрешение. Когда можно фотографировать, а когда нет, выяснял Карим Даниев. «Кто, что нарушили мы?» «Видимо охранника полетника». «Какой режим?» Любительская фото- и видеосъемка на Бархане-Сарыкум разрешена, и она абсолютно бесплатна. По-другому здесь не было и быть не может. Но накануне в сети Инстаграм распространили видео, в котором инспектор заповедника требует прекратить запись видео или оплатить разрешение. На территории федерального заповедника Дагестанский запрещена профессиональная и коммерческая фото- и видеосъемка без разрешения дирекции заповедника. Что подразумевает под собой профессиональная фото- и видеосъемка? Это наличие штативов, осветительных приборов, различных реквизитов. И вот эта непонятная ситуация, да, с недоразумением, когда инспектор потребовал прекратить коммерческую фото- и видеосъемку, люди просто выложили Инстаграм. Многие не понимают, почему это да. Мы также спросили туристов, требовали ли с них деньги за частную съемку. Скажите, с вас взымали деньги за фото- и видеосъемку? Нет, не взымали, но я же не профессионал. Фотографировали на память что-нибудь там наверху? Ну, немножко. Скажите, с вас требовали за это деньги? Нет. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В республику вернулись дагестанские борцы вольного стиля, победители первенства мира среди юниоров. Турнир проходил в Уфе. Золотые медали завоевали Резван Баговудинов и Шамиль Мамедов. Оба спортсмена провели на турнире по пять поединков. Баговудинов выиграл первенство в весе до 57 килограммов. Он за две минуты до конца поединка, проигрывая со счетом 0-9, сумел завершить схватку в свою пользу. Шамиль Мамедов оказался сильнейшим среди борцов в весовой категории до 65 килограммов. В финале он превзошел соперника из Азербайджана со счетом 4-1. В столичном аэропорту триумфаторов встретили родные, близкие и друзья. Это радость не только Гиргебельского района, это для всех дагестанцев. Мы все прекрасно видели. Буквально неделю, 10 дней назад мы здесь встретили достойно олимпийцу. Дай Аллах, Рамазан, чтобы тебя, Джамала, всех так и приняли с олимпийскими медалями. И на сегодня это все. Смотрите нас также на официальном сайте nntv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч.